Серийные кухонные грабители появились в Тазоводском районе. Они абсолютно не профессионалы, но отличаются особой наглостью. По ночам обворовывают кафе, выбивая двери, практически не заботясь о маскировке и о том, что оставляют следы. У самого входа у нас стоял рабочий ноутбук. В общем-то, когда они порылись и поняли, что ничего здесь такого уж ценного нет, они его схватили. Стоял также рабочий телефон, они тоже его взяли с собой. Ну и ребята хотели пить, они еще забрали 2 упаковки сока. Что примечательно, что тоже нам показалось странно, там не было ни перчаток, они не закрывали своих лиц, то есть они так бы довольно-таки в открытую все это делали. Я думаю, что это может быть дилетантство, потому что они же маленькие, может быть, это не совсем взрослые мужчины-то. Мальчишки. Мальчишки, которые, видимо, очень нечего заняться. Ущерб составил, ну, как мы посчитали, что не больше 10 тысяч рублей. И 2 упаковки сока, конечно же. Это был первый у нас случай, да. А второй случай на следующий день произошел, только уже в другом кафе. Вся дверь была выломлена. То есть они чем-то, не знаю, какими-то приспособлениями ее выламывали. Дверные замки тоже они вскрывали, да. В общем-то, примечательно также, что в этот раз уже были ребята в масках, они уже были подготовлены, у них уже были перчатки. Тоже так же, видите, тоже как вот все. Вот это вот тоже сделали они, то есть они пытались тоже ее выломать. Когда я пришла сюда, здесь был бардак, здесь было все разломано, разбросано. В зоне администратора я обнаружила то, что нет кассового ящика, соответственно, его вырвали, вытащили, ну, и украли. Здесь также было специальное средство нанесено, которое убирает от печатки пальцев. Ну, соответственно, на полу тоже было разбросано. Барная зона была вся испачкана. Зал также был испачкан, ну, вот в этом специальном средстве. В итоге они вытащили кассовый ящик, в общем-то, там было 538 рублей, ну, и больше ничего такого они взять не смогли. А служба реагирования приехала очень быстро, поэтому у них было там, не знаю, не больше двух минут, наверное, на все, чтобы что-то попробовать найти. И после того, как мы вызвали полицию, полиция нам уже сообщила, что уже по району было несколько подобных заявлений, что это, видимо, быть может, одна и та же купировка, не знаю, ребят. Кстати, жуликов, добычей которых стали несколько сотен рублей, если их опознают и поймают, могут ждать до пяти лет лишения свободы.